Продолжение следует... Приветствуем вас! Будем с вами вместе в ближайший час. Думаю, что все участники сегодняшнего вебинара наверняка знают, что такое 3D принтеры, что такое аддитивные технологии. Но тема настолько популярна сегодня, что мы не могли в нашей серии ее обойти стороной. И очень счастливы, что сегодня такой вебинар у нас состоится. Тема его основы 3D печати, расходные материалы. На вебинаре вы узнаете о преимуществах использования технологии 3D печати, о сильных и слабых сторонах этой технологии, что для нас особо важно на нашей платформе, какие расходные материалы используются в этой технологии, и о различных сферах применения 3D печати. В качестве спикера нашего сегодняшнего вебинара выступает Алексей Владимирович Вовк, коммерческий директор компании 3D Quality. Его блиц-интервью вы можете, как всегда, видеть на нашем экране. Свою работу описывает тремя словами 3D печать технологий бизнес. В школе любил интересный набор предметов «История, физкультура и физика». После школы хотел стать достойным человеком, но уверены, я думаю, что вы сегодня тоже в этом убедитесь, это у него уже получилось. Ну и какими достижениями гордиться созданием технологического производства в России единственного производителя 3D принтеров. Наш вебинар проводится с городским проектом города Москвы, проектом департаментов информационных технологий и образования, школой новых технологий, наших партнеров. За это им особая благодарность. Запись вебинара вы традиционно на следующий день найдете, в понедельник уже, наверное, точно, на нашем сайте stanford.org в разделе «Вебинары», там, где сейчас висит анонс. Несколько агентационных традиционных вопросов. Вопросы спикеру по ходу вебинара мы, как всегда, задаем во вкладке «Вопросы». После того, как Алексей Владимирович закончит свое выступление, он ответит на все вопросы, которые вы по ходу трансляции сформулируете. По техническим вопросам, если они у нас возникают, обращайтесь, пожалуйста, к нашим техническим специалистам в чат. В случае коллективного просмотра, если в аудитории, в классе, у вас находится несколько человек, также укажите, пожалуйста, это в чате, чтобы мы понимали общий объем нашей аудитории. Вопросы спикеру и нам за рамками трансляции можно задавать в нашей группе ВКонтакте, адрес вы тоже видите. Мы думаем, что и за рамками трансляции Алексей Владимирович не откажется ответить на ваши вопросы, если кто-то вдруг не успеет что-то спросить. Я напоминаю о тем, кто с нами сегодня на Стэмпорде, впервые с удовольствием сообщаю, что на каждом вебинаре у нас наша традиционная рубрика «Лучший вопрос». Автор лучшего вопроса получает наш традиционный приз, нашу бренд-сумку и словарь нанотехнологических терминах. Пожалуйста, задавайте вопросы, участвуйте в конкурсе. В конце трансляции Алексей определит победителя. Напомню вам, что автором лучшего вопроса нашего прошлого вебинара, который был посвящен аннокомпозентным материалам, стала Варвара Бойченко, школа номер 14 «Зеленый шум», город Волжский, Волгоградская область. Ну и надеемся, что кому-то сегодня так же поведет, как и Варваре, и он получит наш приз. Итак, мы начинаем. И я с удовольствием передаю слово Алексею Владимировичу. Добрый день, дорогие друзья. Рад приветствовать вас на вебинаре. Сегодня мы узнаем об основах передопечати. Познакомлю вас с этой удивительной технологией, расскажу, что это за технология. И расходный материал в ней используется. И давайте начинать. Надеюсь, у вас будут интересные вопросы, о которых сказала Ирина Геннадьевна. И в конце вебинара мы их все обсудим. Переходим к первому слайду. Основы 3D-печати и расходные материалы. Совсем недавно 3D-принтеры считались из ряда чем-то выходящим. Мы много слышали о 3D-печати в начале 2000-х, что такое мультипликация. Сейчас много разных вещей в повседневной жизни с киноискусством, с фотографией связанными. Но спустя, наверное, последние пару лет многие слышали о том, что такое 3D-принтер. Хотя сама технология появилась в далеком 1984 году. Ее изобрел Чарльз Холл. Позднее эта технология получила название стереотография. Но в нашу жизнь она вошла совсем недавно, активно. И я уверен, что эта технология будет появляться все чаще и чаще, и скоро войдет в каждый дом. Давайте разберем, что такое технология 3D-печати. Есть схожее название технологии. Это аддитивное производство. Оно пошло от английского слова add «Добавлять». Есть сейчас два способа изготовления материалов. Это классическое изготовление объектов. Чтобы было понятно, сейчас переключусь на следующий слайд. Классическое изготовление объектов. Путем обрабатывания болванки материала. Это, соответственно, когда фреза или любым другим способом отделяет материал от болванки. В способе же 3D-печати технология добавляет. То есть, если вы себе представляете, например, тюбик зубной пасты, вы начинаете выдавливать его. Слой за слоем мы получаем готовый объект из полученной 3D-модели. У нас на слайде представлен первый способ – это классический, где фреза обрабатывает материал. Второй способ – это как раз на одном из наших мероприятий было проведено макертон по сборке принтеров, на котором ученики смогли собрать свой собственный 3D-принтер и получить уже готовую модель. Существует несколько способов обработки и печати. Наша компания специализируется на производстве FDM-принтеров. Это послойное наплавление пластика. Помимо этого, существует еще несколько способов. Это СЛА-технология, фотополимерная смола отверждается путем прохода лазера, либо засветки. ДЛП. Она называется СЛА и ДЛП. Давайте перейдем к следующему слайду. Технологии предопечати. Сильные и слабые стороны ограничения технология. Здесь можно много рассказывать, потому что технология предопечати принесла в нашу жизнь огромное количество возможностей по сравнению с тем, что мы имели буквально несколько назад. Как видите, это свобода творчества, это большое разнообразие материалов, это универсальность и снижение трудоемкости, это простота в использовании, это сокращение затрат, экономичность, быстрота создания объектов и гибкость технологий, то есть это прототипирование быстрых макетов, используя 3D-принтеры в медицине. Ограничения, которые с этим связаны, это высокая цена. Изначально была, то есть совсем недавно 3D-принтеры стоили колоссальных денег, но совсем недавно закончилось патентное право американской компании 3D Systems, и, скажем так, весь мир смог позволить себе начать производить. То есть производства появились в Азии, в России, в Европе, и сейчас есть возможность от так называемых гиков, которые могут производить 3D-принтеры дома, до профессиональных машин, которые производят крупные предприятия. Что же мы имеем? Свободу творчества. Давайте разберем каждый пункт отдельно. Свободу творчества 3D-принтер дает нам возможность изготовить любую 3D-модель, которую мы видим на экране компьютера, то, что сможем делать в 3D-редакторе. Какая бы там фантазия вас не посетила, пусть это будет либо игрушка, либо это будет какая-то высокоэкционологическая деталь, 3D-принтер сможет сделать. Соответственно, далее я вам расскажу путем многоцветной печати, двухэкструдерной печати, что еще сильнее расширяет свободу творчества, потому что путем изготовления поддержек это достигается просто невыразимых высот. Большое разнообразие материалов. 3D-принтеры для печати могут использовать огромное количество материалов, потому что задействовано колоссальное количество сфер. это начиная от пластика, заканчивая металлами, там и бумага, и керамика, и печать пищевыми продуктами, вплоть до печать даже живыми клетками, потому что у нас в России есть компания Solutions 3D, которая порядка трех лет назад напечатали уже трахею. Был на презентации компании, которые показывали, действительно это все работает. На Западе уже печатают почки из материалов ДНК, которые есть, из воспроизводимых, скажем так, материалов человека, которые получают тем, что нет отторжения материала почек. И я думаю, что эта технология даст большое количество, большой скачок, скажем так, в медицине в будущем. Более того, 3D-принтеры, способны работать с материалами, обработка которых классическим способом практически невозможна. Так, например, сплав на канале 625, из которого американская компания Solid Concepts напечатала свой пистолет. Материал настолько твердый, что механическая обработка этого материала при классическом варианте практически невозможна. также сейчас практикуется печать кевларом, стекловолокном. Следующее, это универсальность и снижение трудоемкости. Для создания сложного объекта не нужен цех с разными пресс-формами, штампами. Для этого достаточно иметь всего лишь один 3D-принтер, достаточно иметь всего лишь один 3D-принтер, который сможет заменить большое количество всех этих станков, снизить затраты на зарплату, сократить, соответственно, штат и получить экономическую выгоду в процессе использования производства. Соответственно, позволяет делать неразъемные детали, печатать все объекты целиком, напечатанное на 3D-принтере за раз. Намного ускоряет скорость производства, то есть, если вы понимаете, что изготовление пресс-формы или мастер-модель у вас занимает большое количество времени, то есть, вам сначала нужно согласовать МТЗ, вам нужно вымереть размеры, то изготовление на станке занимает большое количество времени, то на 3D-принтере это займет считанные часы. И стоимость такого изделия будет в разы, даже на порядке, наверное, ниже, чем делать подобное из металла или дерева на 3D-принтере. Простота в использовании. Для работы на 3D-принтере в принципе нужно пройти базовое обучение по работе с 3D-принтером. И собственно нужен только 3D-принтер. Потому что наличие базовых навыков для работы с 3D-моделями в 3D-редакторах. Например, примерно алгоритм процесса, как это происходит. Создание цифровой 3D-модели в программе редактора это совсем не обязательно можно делать либо пройти какие-то уроки, которые сейчас в принципе в бесплатном варианте их большое количество на разных порталах, либо заказать модель в какой-то компании, которая готовит вам ее на заказ. Дальше конвертация модели цифровой понятный 3D-принтеру формат это либо обжит, либо стл. стл на данный момент это самый распространенный формат, который есть. и дальше загрузка этой модели в специальный слайсер, который режет эту модель по слоям, о чем мы говорили ранее про аддитивные технологии, что это добавляет каждый слой за слоем. И собственно сама 3D-печать. Вы отправляете 3D-модель на 3D-печать уже готовый файл и спустя какое-то время получаете готовое изделие. Опять же тут существуют нюансы по скорости, по качеству печати, но в целом проблем никаких возникнуть не должно. То есть даже неопытный пользователь со временем быстро освоит эту технологию. Экономичность. Я затрагивал тему в предыдущих разборах. Мы рассмотрели базовый принцип аддитивного производства. Послойное создание предмета производит собой практически полное отсутствие отходов. то есть объект создается не из болванки, не из готового куска дерева или металла либо другого материала и нету отсеченных каких-то отходов частей, а послойно, то есть он не использует лишний материал, что существенно сокращает издержки. Соответственно мы используем только то количество материала, которое нам необходимо для изготовления модели. Но как я вам говорил, что есть двухэкструдерная печать и печать одним экструдером подразумевает по целой поддержке. Естественно полная безотходность невозможна на данный момент. Остаются всякие небольшие шероховатости модели, сенсы, которые механическим способом либо химическим потом можно удалить. Но в целом это гораздо выгоднее, гораздо лучше, чем классический способ изготовления деталей и дешевле. Следующая это быстрота создания объектов и гипостехнологии. Цифровая модель, которая подготовлена для печати на 3D-принтере может быть получена у вас уже через считанные часы. То есть это как раз та гипостехнология, которая позволяет в домашних условиях либо условиях небольшого производства частной мастерской получать объекты мастер-модели для быстрого построения. Инженеры конструирующие какой-либо механизм перед запуском производства должны его опробовать и устранить неполадки, недостатки модели. Это опять же сокращает дни, недели до считанных часов. Следующее это использование 3D-принтеров в медицине. Этот пункт специально выделили отдельно, потому что с изготовлением различных изделий промышленность долгое время справлялась и без 3D-принтеров, но способных в силе биомедицинскую 3D-печать сейчас просто не существует. Как раз это то, что я говорил о трахее, плюс есть 3D-принтеры, которые печатают материалами такими, например, как титан, что позволяет изготавливать суставы, которые путем сканирования суставов изначально и получение уже готового изделия на месте. То есть, если, например, в России такой станок оказывается, раньше приходилось, не было подобного оборудования или врачей, приходилось обращаться куда-то на Запад, то сейчас это можно изготовить, во-первых, а сократить время и помочь пациенту гораздо быстрее. Но, помимо преимуществ, есть все-таки ограничения, связанные с особенностями медицинного производства. Ограничения в размерах объектов. На данный момент это у домашнего сектора 3D-принтеров все-таки небольшие какие-то области 20 на 20 сантиметров либо 30 на 30 сантиметров кубы, которые, скажем так, являются более-менее дешевыми. Все принтеры, которые, что касаемо печати пластиком, что касаемо печати другими материалами, такими, как стереотография, это фотопримерная смола, либо уже спекание металлов, печать бумагой, деревом, эти принтеры влекут за собой довольно-таки высокую цену, недоступную рядовому пользователю. Поэтому на данный момент эта технология доступна только либо коммерческим организациям, либо учебным заведениям, институтам, научным заведениям, которые занимаются разработкой и внедрением каких-то сложных деталей, это как раз минус. Незаконной 3D-печать оружия были прецеденты, и вот я говорил на примере обработки металла, что был напечатан пистолет, в Японии, в США сейчас вводится запрет, в Японии уже ввели запрет на 3D-печать оружия, потому что были случаи, когда был напечатан оружие, которое было готово к работе, поэтому введен запрет. также 3D-печать есть плюс, то, что она упрощает обработку, сокращает количество станков, тем самым это влечет за собой автоматизацию, роботизацию, сокращение рабочих мест, сокращение существующих производств, то есть сейчас можно заменить огромные цеха просто несколькими принтерами, которые будут выполнять те же самые объемы, те же самые функции. и невозможность серийного производства. 3D-принтер пока это все-таки на данном этапе технологии позволяет делать мелкосерийные модели, то есть до тысячи штук, поэтому он не идет в сравнение с термопласт автоматом тем же самым и не может полностью заменить его, поэтому это сейчас является основным минусом либо создание большого количества ферм, то есть чтобы сравнить термопласт с автоматом тем же самым, нужно большое количество принтеров против одного станка. Переходим к следующему слайду. Видно расходных материалов для 3D-печати плюсы и минусы основных материалов. Так. 3D-принтеры могут использовать в печати больше сотни типов материалов и список постоянно расширяется и дополняется. Это не только огромное количество самых разноразовых пластиков, например, смол, но и металлы, бумага, керамика, ткань, пищевые продукты и даже живые клетки. Это пример, про который я говорил. На самом деле действительно существует и печать испекания металлов, и печать титаном, о чем я говорил. То есть обработка живых клеток. Это печать бумагы, кевларом, стекловолокном, углепластиком, что сейчас происходит. Поэтому и эти список расширяются ежедневно, потому что мы плотно работаем с производителями расходных материалов пластиков. Даже на примере пластиков сейчас появляется огромное количество. То есть добавляют различные, изменяют химическую формулу, добавляют присадки к пластику и даже только в этой сфере существует сейчас более 40 видов пластиков, которые можно печатать. Высокотемпературные силиконовые, на основе силикона, на основе резины пластики, полистиролы разные, даже с АБСом, который одним из первых появился в ДМ-печати, пластик, который окружает нас посеместно, умудряются делать сейчас совершенно разные вещи. сферы применения различных растворных материалов. Это архитектура, строительство, мелкосерийное производство, функциональное тестирование, медицина, образование, производство одежды, изготовление обуви, ювелирные изделия, дизайн упаковки и многое другое. Сейчас мы разберем с вами каждый пункт отдельно. Что же у нас туда подходит? Начнем с архитектуры. С недавних пор появились энтузиасты, которые превратили эту технологию в бизнес, в реальное производство. Архитектура – печать домов строительной смесью. На основе был взят обычный 3D-принтер, для которого разработали специальную смесь на основе цемента, которая позволила строить здания, предметы мелкой архитектуры. Причем эти производства, уже несколько производств, только в России. одно из них в Ярославле, сделано второе в Московской области. Поэтому позволяет изготавливать макеты зданий, сооружений, микрорайонов, коттеджных поселков. Сейчас уже в Китае построен целый микрорайон коттеджных поселков, который строился непосредственно прямо на территории, на площадке. на строительство дома уходило 24 часа. И эта технология также развивается. Также печатают различные лавочки, клумбы под цветы, которые также поставляются уже на московских парках. Это действительно уже здесь сейчас происходит. Я затронул тему архитектуры и перешел в строительство, поэтому дальше перейдем к мелкосерийному производству. Профессиональные 3D-принтеры постепенно отвоевывают свои позиции в сфере мелкосерийного производства. Конечно, не дотягивают до термопласта автомата, но на мелкосерийном производстве занимают изготовление каких-то эксклюзивных вещей, предметов декора, фигурок, то есть некоторые печатают предметов конструкторы лего различные, либо создают какие-то свои конструкторы новые. Поэтому сфер применения в мелкосерийном производстве очень много. То есть даже видно на центральном слайде центральной картинке, как у девушки на руке есть кольцо на печатном 3D-принтере. Также предмет декора сделанный люстра, то есть можно делать различные светильники, можно делать какие-то кронштейны, выполнять индивидуальные заказы. Следующее это функциональное тестирование. Это как раз изготовление мастер-моделей, проработка каких-то инновационных технологий, посмотреть, что такое, как выглядит механизм сборе, потому что изготовление пресс-формы для одной тестовой детали стоит очень больших денег. И 3D-принтер в этом плане решает очень большие задачи, потому что можно десятки раз сократить изготовление. К примеру, самая простая пресс-форма из металла стоит порядка полмиллиона рублей. На 3D-принтере вам эта деталь выйдет несколько тысяч рублей изготовить, то есть разницу вы понимаете, ощущаете. Возвращаемся к медицине. Было проведено несколько операций при помощи 3D-печати, это восстановление части лица у пациентов. 3D-печати. Принтеры могут создавать точную копию человеческого скелета для отработки приемов, гарантирующих проведение успешной операции. Используют 3D-принтеры в стоматологии, протезировании. 3D-печать позволяет получить протезы и коронки значительно быстрее классической технологии производства. Здесь помогают SLA-принтеры. Здесь вы можете видеть на слайде фрагменты биопринтинга. Следующий слайд нам показывает как раз прототип руки с костями внутри. Мелокосерийное производство ювелирка. Вот на этом слайде видно. Это можно отнести к строительству прототипа. изготовление строительных принтеров. Вот о чем я говорил. Медицинские трехмерные модели также могут восстанавливать части лица. Была проведена операция по восстановлению орлиного клюва. Картинки у меня жалко не представлены. этой, но была полностью напечатана и восстановлена часть клюва, чтобы полностью функционировать. Также существует сейчас такой проект, как RoboHenton называется. Это австралийский проект, который сейчас шагает по всему миру. Это изготовление протезов для детей. Потому, что существует большая проблема стоимости протеза изготовления за десятки тысяч долларов. группа энтузиастов создала такой проект, в котором протез обходится буквально 200-300 долларов. Проблема основная в том, что дети быстро растут, потерявшие конечность, вырастают из протеза, и каждый раз приходится изготавливать новый. 3D-печать здесь очень сильно помогла. То есть протез функциональный, стоит очень небольших денег по сравнению с аналоги предлагаемыми на рынке, и решает большую проблему, скажем так, для детей быть полноценным членом общества. 3D-принтеры в образовании. Использование технологии 3D-печати в образовании позволяет получать наглядные пособия, которые подходят для классных комнат. Это образование как и базовое, так и дополнительное образование, которое сейчас очень популярно, начиная с детских садов, заканчивая уже, скажем так, взрослыми молодыми людьми, которые заканчивают в ЛУЗы, на которых они могут использовать и в биологии, и в химии, то есть физики, печатать модели молекул, печатать в анатомии, печатать модели костей, в истории могут напечатать модели каких-то динозавров, могут напечатать модели, воссоздать какие-то вещи из истории. также на уроках труда это основа в образовательных учреждениях конструкторов с 3D-принтерами, то есть расширяет возможности в отличие от обычных станков получать более квалифицированных специалистов в будущем, которые могут работать на этом оборудовании. следующее это производство одежды, что может быть затронуто на 3D-принтере. В данный момент происходит выставка 3D-экспо, на которой сейчас представлены ряд дизайнерских предметов одежды. Они изготавливаются либо из ПЛА-пластика, либо изготавливаются из флекса на основе силикона. Не так давно голландский моделер Iris Van Herpen представил коллекцию напряжений, все модели, которые были созданы при помощи 3D-печати. Коллекция была представлена на неделе высокой моды в Париже. То есть все было сделано с помощью 3D-печати. Позволяет использовать как и какие-то предметы декора, так и изготавливать целиком. На прошлой выставке 3D-принтер-экспо из Казани печатали полностью национальные наряды Татарстана в предметах одежды выступали на показе моды. Сейчас очень популярно изготовление обуви также. То есть это сфера применения куда можно это изготовление обуви. Первая пара обуви появилась напечатана в 2011 году и с шведскими студентами и сейчас очень много и зарубежных и российских дизайнеров которые печатают дизайн узкую обувь выставляют предметы декора для этого используют. Могут делать индивидуальные размеры под форму стопы с учетом индивидуальных особенностей владельца. Поэтому можно изготовить совершенно различные. Ювелирные изделия сейчас используются также используются технологии стилитографии где из фотополимерной смолы до самой высокой точности до 5-10 микрон можно изготавливать ювелирные изделия выжигаемые то есть это еще одна сфера применения. Слайд который сейчас переключил это непосредственно вещи изготовленные на наших принтерах использовали клиенты нашей компании это несколько стартапов которые были которые запустили производство с нуля можно сказать изготовление на левой картинке видно изготовление винтовок для играмира это косплей что сейчас очень популярно среди молодежи и возрастного до 40 лет населения они построили на этом свой стартап изготавливают различные заказы продают их на рынке России Европы следующие это изготовление для магазина метро было у нас изготовление флаконов так называемых всяких различных аферий порошков и прочего которые были представлены также на выступе в большом размере следующие это как раз компания у нас есть такая София Декор которая была представлена замещение изготовления болванок на 3D-печать здесь основное было то что клиент сократил издержки получил большую выгоду экономическую в том что смог изготавливать мастер-модели гораздо проще согласовывать изделия с заказчиком тем самым получив большую выгоду это показывает что можно изготавливать любые прототипы это самолет 3х2 печать несколько сотен часов общий вес модели получился порядка 20-3 кг то есть видите что человеческим ростом он гораздо превышает то есть в принципе потенциал безграничен абсолютно здесь мы переходим к двухцветной печати преимущества сферы применения и способы реализации двухцветная печать это как раз некая ноу-хау которая появилась пару лет назад смогли добавлять для более производительности когда кто сталкивается с 3d-печать знает что есть ряд проблем которые невозможны выполнить одним экструдером соответственно второй материал в качестве поддержек решил эту задачу как видно на этой картинке что навесные части печатаются без проблем конечно можно печатать с одним экструдером одним и тем же материалом использовать поддержку но бывает такое что поддержка печатается в таких доступных местах что ее невозможно удалить без потери качества модели поэтому там модель печатается либо по частям либо упрощают модели при изготовлении двухцветная печать дает возможность изготавливать модели любой сложности абсолютно на данном на данном на данной картинке представлена водорастворимая поддержка которая растворяется путем горячей воде там буквально за 1-2 часа и мы получаем готовые изделия абсолютно любой формы поэтому это открыло новые возможности перед как и в использовании дома перед какими-то изготовления игрушек и прочих вещей так и перед дизайнерскими мистерскими так и перед частными мистерскими и также конструкторским бюро то есть это позволяет еще больше расширить границ на этих картинках мы видим двухцветную печать которая просто применяется в изготовлении игрушек вот здесь такой бульдож как показан которого использовала двухцветная печать да она занимает немного дольше времени чем печать одним экструдером но зато мы можем получить скажем так все в цвете и это дает нам большие возможности для использования секундочку у двухцветной печати есть ряд проблем которые с которым столкнулись это двухцветная печать бывает скажем так реализуется несколькими вариантами это печать либо двумя экструдерами когда два сопла на примерно равной высоте должны стоять и печатать изделие по очереди поочередно существует ряд проблем какой это соответственно второй сопло должно быть нагретым постоянно что влечет за собой из нагретого сопла течет пластик что влияет на качество модели и соответственно влияет на внешний вид модели поэтому плюс-второй минус этой технологии это невозможно всегда выставить два сопла на одной высоте соответственно это тоже влияет на качество модели шероховатости и прочей погрешности наша компания использует одно сопло и два экструдера на своих принтерах это поочередная смена материала которая добавляет сначала один материал потом рядом рисует какой-то предмет либо окружность либо там материальную так называемую башню которая позволяет остатки предыдущего материала выдавливать и продолжать печать уже следующим цветом также существует технология маятниковая когда по очереди переключаются экструдеры и печатаются двухцветные модели вот сейчас наиболее популярны это как раз та технология которую используем мы и маятниковая система печать двумя экструдерами занимает примерно на 30-40% больше времени чем печать одним экструдером но позволяет печатать сложно выполненные модели давайте сейчас перейдем к следующему слайду на котором мы увидим проблемы которые могут возникать при печати причины и методы устранения этих вещей на первом так на первом слайде у нас на первой картинке произошло смещение то есть это возможны предметы с материалами связанные какие то есть каждый материал он имеет свои определенные свойства и условия печати при которых нужно это делать соответственно здесь была увеличена скорость печати вы видите что пошли волнообразные на пластике такие штуки произошло в итоге смещение материала что повыли с собой некачественной модели соответственно в таких вещах своего рода волны получается на следующей картинке мы видим пробелы при печати соответственно это недоэкструзия материала то есть при определенной температуре пластик либо не успевал прогреваться шла тонкая нить либо были выставлены настройки неправильные при печати такие как например там стояло на принтере 0,4 сопло а поставили там под 0,2 и получились такие пробелы на следующей картинке это перегрев то есть если вы видите что в начале модель печаталась довольно таки хорошо практически идеально и в конце получилась такая вот сопля которая получилась из-за перегрева то есть принтер проходит каждый слой за слоем и в итоге это расстояние оно сокращалось время пропечати одного слоя и так как была выставлена неправильная температура или не уменьшена в процессе печати то либо был отключен обдув то есть это повлекло за собой такую деформацию модели на следующем же слайде здесь мы видим переэкструзию то есть появилась такая некрасивая штука получилась с наплывами на бортах модели которые также здесь перегрев и опять же здесь нужно именно зависит от настроек печати с которым столкнулись пользователи на этой картинке существует проблема не заливания верхнего слоя то есть опять же настройки печати по которым люди сталкиваются здесь достаточно было сделать несколько лишних слоев сверху чтобы полностью залить модель так здесь существует проблема засорения сопла это соответственно некачественный материал может быть либо нагар какой-то на сопле который ведет к проблемам печати решается путем разбирания сопла выкручивания и прочистки нагревательного блока сопла вот бывает из-за того что материал который по стандарту 1,75 метра может быть более толстым либо производитель некачественно как-то отнесся к изготовлению данного материала появилось какое-то утолщение поэтому появляется такая проблема следующая картинка это следующее проявление скажем таких волосков на детали это не настроен ретрак модели когда пластик слишком сильно плавится и не уходит обратно всасывание такое не происходит оставляются такие волоски это более чаще присущи типом принтеров на основе BODEN является на директ драйве такое появляется гораздо реже когда пластик либо долго лежал либо что-то с ним происходило там наоборот влаги набрал бывает вот такая штука как выгрызание пластика шестеренка экструдера с этим тоже сталкиваются люди это как правило решается либо просушкой пластика либо не давать пластику залеживаться следующая картинка это одна из характерных черт для пластика ABS потому что пластик ABS имеет скажем так очень чувствительным температурным и перепадом температур происходит расслабление от любого сквозняка то есть здесь конечно лучше рекомендовать для данного вида пластика использовать закрытую термокамеру где нет сквозняков где нет перепадов температуры когда будет постепенное остывание пластика чтобы не вызывать такую деформацию модели наоборот же сам пластик PLA например PLA он наоборот требует дополнительного обдува в отличие от ABS печатается гораздо лучше то есть из него в основном печатают объемные модели из пластика PLA который позволяет там и до метра и до метра на метр печатать объемные изделия но существуют такие же минусы то есть ABS используется как порочностной пластик он используется в каких-то более деталях он более высокотемпературный более низкой температуры высокая температура плавления в отличие от PLA потому что PLA он при 60 градусах уже начинает деформироваться то есть проблема в том что на солнце PLA уже может если вы сделаете себе горшок цветов например то на солнце этот пластик может просто потечь и потеряет форму поэтому рекомендуют больше использовать такие вещи как ABS либо SBS пластик на основе каучука пластики обрабатываются как механически так и химически ABS обрабатывается ацетоном PLA пластик обрабатывается хлор с обдержащими веществами также существуют виды пластика с которыми работаем это HIPS это если вы представляете что такое стаканчики пластика это пищевой пластик из которого изготавливается вот это HIPS также есть для печати возможной пластики на основе силикона это Plex так называемые пластики тоже изготовлены различные материалы они резиноподобные можно скажем так изготовить практически любой цвет различные вещи у них существует проблема при печати при использовании в видопринтерах это как раз система типа Bowden и гораздо проще работать с прямой подачей пластика есть интересные такие пластики о которых я говорил ранее это кевларом печать печать стекловолокном кевлар в отличие от обычных пластиков ABS и PLA которые работают до 230 градусов это уже высокотемпературные пластики свыше 450 но из них изготавливаются изделия для с более высокими прочностными характеристиками такими как в авиационной промышленности используют то есть ударопрочные материалы износостойкие то есть углепластик там некоторые приравнят уже по прочностным характеристикам к прочности титана то есть опять же изготовление каких-то вещей из этих пластиков удешевляет гораздо продукцию и позволяет мастер-модель изготовить заменять металлические детали на пластиковые также существуют наши компании специализируются только на печати пластиком а вообще существует конечно в общей доступности сейчас еще стереотография появляется то есть появляются принтеры которые печатают фотополимерными смолами позволяют тоже сейчас скажем так уходят на массовый уровень конечно они там в 2-3 раза дороже чем Rdm-печать но становятся тоже доступными по-прежнему очень доступны для рядового пользователя это печать металлами с пеканием и бумагой то есть это принтеры которые стоят уже в десятки раз дороже поэтому сейчас многие компании корпорации активно внедряют используют FDM-печать и SLA-печать принтера так ну на этом наверное я буду заканчивать я надеюсь что информация которую я вам дал она была вам полезна будет полезна если какие-то вопросы сейчас возникнут вы можете продолжать задавать я постараюсь ответить потому что довольно короткий срок и не получается охватить вообще каждый аспект темы которые я подготовил полностью я с удовольствием постараюсь ответить в оставшиеся 15 минут на интересующиеся вопросы и если нет я думаю что мы сможем связаться с Ириной и потом направить вопросы письменные постараюсь ответить на все или проконсультировать вкладка вопроса при двухсветной печати у вас происходит большая потеря материала на чечении сопла да при технологии которую используем происходит довольно-таки большая потеря потому что мы используем одно сопло как я говорил и используем материальную башню то есть при использовании скажем так извиняюсь так это отличный вопрос да у нас возникла такая возникает проблема но пока что мы используем такую технологию при любом при любой использовании технологии двухэнтургерной печати происходит довольно-то большая потеря материала так возможно ли одновременно печать двумя разными материалами двумя материалами именно если вы прямо в одну единицу времени это невозможно то есть есть там технологии PolyJet которые у Stratosis компании которые печатают разноцветные есть гипс-полимерная печать когда скажем так печатают цветные модели они получаются очень хрупными но печать например одновременно ABS PLA она возможна опять же сменами соплами есть сейчас технологии когда два независимых экструдера ставят но опять же они печатают различные модели то есть чтобы печатать одну модель двумя материалами смешивая их этого сейчас нет нужно печатать многоцветные объекты каким образом тогда происходит замена картриджей я же говорю повторюсь можно печатать существует несколько технологий одна из них гипсополимерная печать вторая это печать бумагой которая прокрашивает каждый слой отдельно гипсополимера это печать сначала гипсомодели потом гипсоизделие потом которое погружается в специальную обработку средством которое добавляет цвета если вкратце расскажет также можно печатать неполноцветные но цветную модель двумя-тремя цветами вот технологии которые используем мы существуют ли съедобные 3D чернила съедобные скажем так пластика наверное случаев не было но я бы не рекомендовал никому есть скажем так пластик который мы используем либо какой-то металл существуют пищевые принтеры которые сейчас активно используются в кондитерской промышленности в пищевой промышленности для изготовления тортов печенья и прочее прочее вот это конечно есть можно можно ли печатать на предпринтере протезы для людей и животных да можно я рассказывал как раз на примере протезирования лица человека проект RoboHand который делают для детей протезы рук также на примере клюва для орла как раз об этом да это можно делать есть ли необходимость дополнительной обработки распечатанных 3D моделей все зависит от изначальной задачи то есть можно печатать скажем так быстро и не совсем качественно либо печатать чуть-чуть медленней и получать хорошее качество опять же зависит от того что это конечные детали или нет если существует потребность в покраске в обработке грунтовки и прочего то да дополнительная обработка распечатанных моделей требуется сколько может храниться 3D модель 3D модель я так понимаю это уже конечные напечатанные изделия опять же при условиях ABS пластика она мне кажется может храниться вечно конечно период распада какой-то есть но вот например из пыла пластика опять же модели не рекомендуется ставить на солнце потому что пыла пластик сделан на основе пищевых из кукурузы из крахмала используют то есть он разрушается в условиях агрессивной среды то есть все зависит от условий хранения потому что и условий эксплуатации возможно что в будущем на 3D принтере будут печатать сразу людей создавая тем самым новое поколение ну я думаю что наверное в ближайшем будущем точно нет сложен ли 3D принтер в обслуживании но на данный момент 3D принтер это как станок и любой станок нуждается в обслуживании если же пройти какое-то обучение начальное базовое которое проводит компания продавшая принтер либо какие-то центры которые проводят обучение то в принципе это можно легко научиться и я не думаю что это будет сложнее как у нас машина какой минимальный размер напечатанного объекта ну по миру наверное я вам не скажу какой минимальный размер напечатанного объекта но возможность там селегографии которая на данный момент является наиболее точной это полимерные смолы до 10 до 8 микрон вещи печатаются то есть здесь нет предела скажем так микрон размер понимания какой максимальный максимальный объект это сейчас был построен компания васп огромный 3d принтер на основе дельта робота сейчас не хочу соврать не помню точные размеры но это было как башенный кран такой установлен три ноги у него то есть там несколько десятков метров тем более сейчас строят здания и довольно-таки барьерные вещи если решив проблему с ограничениями на штабной модели можно ли было бы воспользоваться 3d принтером строительства зданий кораблей 3d принтеры как раз строительство сейчас используется это строится либо целиком небольшие здания либо печатаются по частям и доставляются уже на место сборки кораблей целиком пока не печатается и опять же печатаются корабли машины или любые транспортные средства самолет в авиастроении да используются печатают уже детали уже прошли апробацию даже используют уже в космической промышленности это используется файлы с каким расширением можно печатать в 3d принтере это как раз самый распространенный формат который я говорил с TL его можно конвертировать практически из любого 3d редактора если вы там в инвентаре или в Solidworks или в компасе моделируете или в фьюжине например обжид но лучше выстрелить это делать и использовать уже в слайтере что будет если съесть 3d модель как это родится на здоровье но опять же какую 3d модель из какого материала будет съесть я же отвечал вопрос ранее что лучше все-таки если что-то и есть то это пищевые принтеры все остальное я не рекомендую кушать почему 3d принтер может печатать только 1000 объектов не совсем верно он не может печатать 1000 объектов я говорил что это сравнимо по производительности с серийным производством на термопласт автомате что до 1000 объектов изделий примерно по срокам затрата производства это сравнимо все что идет более 1000 это уже конечно лучше использовать термопласт автомат хотелось бы узнать о 3d принтерах строительстве я думаю что наверное я могу там оставить почту мои контакты будут если вы хотите я вам дам контакт и компаний потому что 3d принтере строительства я рассказал сейчас затрагиваю эти темы я думаю что это займет еще большое количество времени как понять что материал подходит для 3d печати на принтере но если мы говорим о печати пластиком то есть есть ряд материалов есть ряд производителей которые заранее изготавливают то есть на 3d принтере это используется нить диаметром 1,75 мм либо 2,85 мм специально под экструдеры то есть это различные материалы ABS PLA Hips Plex SBS кевлары прочее 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 помо всякие эта переработка гранул идет соответственно если подходит по температуре плавления то скорее всего это подойдет для печати но существуют такие материалы как полипропилен например который имеет очень большую усадку материалы которые просто не прилипе не прилипли к платформе так с учениками пытались с помощью наждачи изгладить рельеф распечатанной модели изделие стало грязным нам объяснили что это пористый материал у него твердый спыль и кем-то материал надо печатать чтобы такое не случалось но вы не сказали какие материалы вам печатали заранее но изначально если это ABS ABS обрабатывается механически PLA пластики лучше обрабатывать химическим способом SBS пластик тоже можно обрабатывать химическим способом поэтому скажем так в вашем случае наверное надо изучить индивидуально что вы печатали чем как вы обрабатывали поэтому если какие-то вопросы вы можете написать стараемся ответить вредный 3D принтер если он стоит в замкнутом помещении в офисе скажем так пока нету какого-то регламентированного законодательного ГОСТа по вредности помещения но проводили независимые экспертизы пока что не было выявлено того что принтер как-то влияет очень сильно здоровье человек который с ним работает но по личному опыту ABS пластик все-таки имеет неприятный запах при экструзии и все-таки помещение должно быть вентилируем двухцветная печать не все-таки трудности модель печатается дольше да модель печатается дольше больше расход материала соответственно но о плюсах я сказал ранее так вот этот вопрос отвечал первым продукт цветной печати у вас большая потеря мотивация на чечении соплан может ли предпринтер восстанавливать вмятину другие эффекты поверхности трещины царапины ну вмятины я не знаю что вы подразумевали на каких предметах восстанавливать вмятины нет я думаю что он может изготавливать какие-то взамен но трещины царапины он не удаляет можно ли создавать растения с помощью 3d-принтера если да то будут ли они выполнять функцию фотосинтеза на данный момент это еще не создано единственное что есть биопринтингеры которые позволяют выращивать части органов органов целиком еще не в полной функциональности если изделия 3d-принтера начнут разлагаться насколько они будут вредны для людей вредны для людей но есть ABS пластика который например он нас окружает повсеместно то есть у нас корпуса ноутбуков те же самые камеры которые снимают корпус мобильного телефона все это сделано из ABS пластика и в принципе это не вреднее чем все что нас окружает пла сделано из растительных красновей крахмала кукурузы все у нас собой вреды при разлагании делают из этого материала пакеты эко пакеты скажем так это наоборот экологичный материал но в любом случае мой совет если изделие вам больше не нужно и не требуется то лучше всего утилизировать соответственно не бросать где попало а лучше утилизировать а так это обычное изделие из пластика поэтому какой-то сильной вреды для людей это не несет это был последний вопрос поэтому прощаюсь с вами выбрать выбрать извиняюсь да так туда прям дайте мне минутку я думаю что лучший вопрос это все-таки можно ли печатать на 3D принтере протезы для людей и животных это как раз тема медицины в развитии как раз скажем так созидательного я хоть и говорил но человек все равно задал поэтому Софья Момотова мы выберем ее итак мы поздравляем Софью Момотова она сегодня становится победителем нашей рубрики лучший вопрос получает фирменную сумку от Стэнфорда с цитатой нобелевского лауреата Ричарда Фейна я думаю что могу смело утверждать что квантовую механику не понимает никто и слова нанотехнологических терминов Софья мы с вами обязательно свяжемся по адресу который вы указали при регистрации на вебинар а если этого почему-то не произойдет свяжитесь пожалуйста с нами в ближайшее время по одному из адресов указанных на нашей платформе от имени платформы Стэнфорд и от всех участников нашего сегодняшнего вебинара мы очень благодарим Алексея Владимировича за столь интересный рассказ напоминаю что у вас сохраняется возможность задавать вопросы за рамками трансляции в нашей группе ВКонтакте следующий вебинар нашей серии ключ на номеры состоится 31 октября 14.00 по Москве будет посвящен теме измерения траектории наночастиц присоединяйтесь и также напоминаю что на платформе Стэнфорд сейчас открыта регистрация на проектной сессии двух сетевых дистанционных проектов расследования ДНК и наноэффектов раствора пожалуйста создавайте команды присоединяйтесь всегда рады видеть вас на Стэнфорде всего доброго Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok